Всем привет! Дядя Юрий дает прогноз на матч 24 тура английской премьер-лиги в Ноттингем Форест Манчестер Сити. Встречается 14-й первая команда АПЛ. Матч первого круга выиграл Манн Сити со счетом 6-0. Данный прогноз публикуется на спонсорском канале прогноза Дяди Юри. В общем доступе появится по окончанию матча. Смотрим как соперники отыграли матчи предыдущего тура. Ноттингем Форест в принципе без шансов проиграл на Крэйвен Коттедж 0-2. Крэйвен Коттедж 0-2. Хозяева имели большое преимущество. Создали очень много моментов. Нава струбился в поте лица. Там еще несколько штанг помогло гостям. Но все же два гола хозяева забили. Причем очень красивый получился первый гол в Виллиана. Манн Сити провел два матча в течение недели. Сначала в 23 туре он выставил практически в одну калитку Астанвилу со счетом 3-1. Забив три гола уже в первом тайме. А затем в среди недели с таким же счетом в обыграл на Эмирейтс лидера чемпионата Арсенал. И сместил его с первого места. Несмотря на то, что хозяева в том матче больше владели мячом, чем гости. Толка от этого было немного. Может быть матч бы и сложился по-другому, если бы не грубая ошибка Тамиясу в середине первого тайма, позволившего Дебрёйне открыть счет. Арсенал в концовке первого тайма счет сравнял с пенальти. Однако во втором тайме Манн Сити продолжал поддавливать. Играл более остро в атаке. И в концовке матча таки забил еще дважды. Прогноз на исход матча. Смотрим общую статистику команд ВПЛ. Видим, что Натингем выиграл 3 матча из последних 5. У Манн Сити 4 победы в последних 5 матчах. В последних 10 матчах у Лесников 3 победы и 4 поражения. Манн Сити выиграл 7 матчей. 3 матча проиграл. Для Натингем выступает неплохо. 5 побед и всего 3 поражения. У Манн Сити на выезде 6 побед и 3 поражения. Матч первого круга выиграли горожане в одну калитку. 6-0. Конечно же, гости здесь идут явными фаворитами. И скорее всего, выиграют этот матч. Но вряд ли это снова будет разгром. В среду Сити выезд в Лейпциг в рамках первого матча 1-8 лиги чемпионов. Да, сейчас команда Гвардиола в неплохой форме. Дает результат, показывая при этом очень высокую эффективность в атаках. Однако, Натингем тоже неплох. Приход Кейлора Наваса однозначно пошел на пользу команде. Дома лесники играют тоже неплохо. Ну вот, в норме такой матч должны походу выиграть гости. Но так, где-то на 0-1-0-2. Тотал голов. Смотрим общую статистику команд ВПЛ. Видим, что Натингем идет на серии 6 низовых матчей. Это самая длинная низовая серия лесников в этом сезоне. Манн Сити куда чаще играет результативно. Но в основном ограничивается средними сериями на 3-4 матча. Последние две игры горожан уже были результативными. В последних 10 матчах у Натингема 8 низовых матчей. У Манн Сити таких матчей 4. Дома лесники выдали только 3 результативных матчах. И сейчас идут на серии с 4 низовых матчей. Манн Сити на выезде чередует низовые и результативные матчи. На очереди стоит первый вариант. Матч первого круга был очень уж результативным. На низовой матч дали высокий коэффициент. Это дает возможность взять даже тотал меньше 3,5 за 1,55. Сейчас у Манн Сити начинается плотный календарь. Команда должна распределять свои силы. Нет никакого резона здесь бегать, убиваться на условное 4-0. Натингем Форест тем более дома выглядит неплохо. Вряд ли мы здесь увидим еще одну голевую феерию, как это было на Этихаде в конце лета. Обе забьют да нет. Смотрим общую статистику команд в АПЛ. Видим, что Натингем чаще играют нулевые матчи, но как правило дуплетами. А последние 2 игры лесников были нулевыми. Манн Сити чаще играют забивные матчи. Последние 2 игры горожан были забивными. В последних 10 матчах у обеих команд по 6 нулевых игр лесники идут на нулевой серии с 4-х матчей. Натингем дома и Манн Сити на выезде чуть чаще играют по нулям. При этом не играют длинных серий. В этом сезоне Натингем дома не забивал только Тоттенхэму. Манн Сити пропускал в последних 3-х выездах. Но тут уже, как бы, пора бы уже хозяевам не забить. Угловые удары. Смотрим общую статистику команд в АПЛ. Видим, что в последних играх Нотингем чаще стал играть низовые тоталы угловых. Мансити выдал две длинные серии с четырех матчей. Сначала низовую, затем результативную. Последние пять домашних матчей у Нотингема прошли по низам угловых. Мансити на выезде также четыре с пяти последних матчей дал по низам. В очном матче первого круга команде подали 11 угловых ударов. Нотингем дома очень редко подает больше трех угловых. Мансити в последних выездах тоже смотрелся достаточно скромно. Логично предположить, что здесь мы не увидим больше десятки угловых ударов. Желтые карточки. Смотрим общую статистику команд в АПЛ. Видим, что Нотингем чаще играет грубо. Но в последних четырех матчах выдал три корректные игры. Мансити играет корректно. В Нотингем Форест дома играет чаще грубо. Мансити на выезде играет примерно поровну. Обе команды не играют длинных серий. Последние два выезда у Мансити были грубыми. Очный матч первого круга прошел всего на одну желтую карточку. Главным арбитром матча назначен Грэм Скотт, который в 100 матчах показал 308 желтых карточек. В среднем 3,1 за игру. И по меркам АПЛ это лояльный арбитр. Скотт в этом сезоне работал всего на четырех матчах АПЛ, в которых показал всего 10 желтых карточек. В среднем 2,5, что существенно ниже его средних значений. Как видим, здесь гораздо больше шансов на низовой матч. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч это будет победа гостей коэффициент 1,32. Ну, такая себе ставка. А тут, в принципе, Ноттингем может и вычудить на 0,0 или 1,1. Шансов на это, правда, немного. Но они вполне реальные. Оптимальный вариант это однозначно тотал меньше 3,5, коэффициент 1,55. Доходный вариант, ну, пускай это будет ничья 0,0 на первый тайм. Коэффициент очень хороший 3,44. А такой вариант может заскочить аж бегом. Как оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.